Ну что ж, давайте начнём, чтобы не тратить время. Рада всех приветствовать, кто смог сегодня в этот прекрасный день, не знаю, как в других городах, а в Москве сегодня чудесная солнечная погода, присоединиться на это, в общем-то, для многих долгожданное мероприятие. Как вы видите, в приглашении и в наших письмах, из наших писем вы могли понять, что мы проводим это мероприятие совместно. Российское общество рентгенологов и радиологов вместе с компанией Ливанова, производителем стимулятора блуждающего нерва. Мы проводим мероприятие, адресованное специалистам, работающим с магнитно-резонансной томографией. Сейчас, почему мы решили такое мероприятие провести? За последние годы методика стимуляции блуждающего нерва набирает все больше оборотов во всем мире, и Россия не отстает. В настоящее время в России пациентов, которые носят в себе стимулятор блуждающего нерва, уже более тысячи. И, конечно, у таких пациентов периодически возникает необходимость провести магнитно-резонансную томографию по той или иной причине. И это не обязательно дальнейшее обследование головного мозга, но и также пациент со стимулятором может заболеть каким-то сопутствующим заболеванием, когда встает вопрос о том, что пациент нуждается в дообследовании. И вот здесь мы столкнулись с тем, и наши пациенты столкнулись с тем, что часто нейрорадиологи не знают, можно ли провести МРТ пациенту. Если можно, то как? Есть ли какие-то ограничения? И так как таких вопросов стало возникать все больше и все чаще, появилась идея провести вот такую программу образовательную, в ходе которой наши специалисты поделятся с вами самой свежей, актуальной информацией, касающейся вот такого сложного, тонкого вопроса. Я хочу вам представить нашего первого докладчика. Это мой коллега Штефан Фетцер, старший медицинский менеджер направления нейромодуляции из Германии. Несколько слов он о себе скажет, но я сама хочу сразу представить его, сказать, что он кандидат наук, он не медицинских наук, а технических, у него большой опыт работы в нейробиологии, и те знания, которыми он делится с нами, и не только в России, он проводит подобные мероприятия во многих странах мира. Я думаю, что эти знания, в общем-то, во многом уникальны и очень ценны. So, Штефан, please take your word, it's your turn, you may start. Good, thank you, thanks a lot for the introduction, which I obviously did not understand. But maybe one sentence about myself. I actually have a background as a neurobiologist, and I work for Levanova or Cyberonics at the time since 2002. Yes, please, Штефан. And to talk about MRI, VNS therapy together with MRI was always a big topic, and there was some improvement in the labelling, which I will present now. So, you know, there are three classes of MRI. MRI, and we can say that the VNS therapy products belong to MRI conditional, so whenever the radiologist followed these conditions, he can perform safely MRI. Как вы знаете, существует три класса проведения магнитно-экзонансной томографии. Три варианта маркировки. Первый вариант – это MR-SAFE, то есть этот девайс или имплант абсолютно не магнетизированный, из неферромагнитного материала, и называется MRT-безопасным. Yes, please. And all the information I will present now, you also find in our official labelling that we can provide you. Вся информация, которую сегодня Штефан будет озвучивать, вы можете также найти в наших официальных рекомендациях, которые мы можем вам разослать, которые вы можете получить, и вот сегодня будете получать информацию из нашей презентации. Yes, please. So, as you know, there are these two systems of MRI scanners. There is the closed system, which you see on the left side, and the open system, which gives the patient more freedom. You may know these kind of systems, but why do I show these systems? Our VNS therapy system has only approval for closed MRI systems, like here on the left side. No open systems. Как вы знаете, существует два варианта MR-систем, закрытая и открытая. И что важно подчеркнуть, почему на этом слайде Штефан представляет вот два варианта, VNS-система может смотреть на МРТ только в закрытой системе. Недопустимо, согласно нашей маркировке, согласно рекомендациям производителей, недопустимо проводить МРТ пациентам с имплантированным VNS-стимулятором на открытой МРТ-системе. So, the principal MRI system contains, of course, the main magnet. So, we have an approval for 1.5 and 3 Tesla. So, this is the main static magnetic field. But, you know, that MRI systems also work with gradient coils and with radiofrequency coils. And this is important because it impacts our labeling and I will explain it in the next slides. Итак, типичная МРТ-система состоит из трех основных компонентов. Первое – это главное статическое магнитное поле, затем градиентная катушка и радиочастотная катушка. Три основных компонента. Yes, please. So, there are two different coils that can produce the radiofrequency. Sometimes the radiofrequency coils are incorporated into the main magnet. Then we talk about body coils. That is what our labeling uses. They use the word body coils. Or sometimes the radiofrequency can be produced in the local coil. As you see here on the right side, the local coils. And this is very important for our labeling and that's why I want to explain these coils in the next two slides. So, there are two types of radiofrequency coils. And this is a body coil, which is integrated into the main magnet. Это внутрь большого, целиком в машину, в сканер. И локальная катушка, которая отдельно существует от вот этого большого самого аппарата. И вот о разнице между этими двумя механизмами, между этими двумя катушками, будет более подробно, Штефанур, говорить о на следующих двух слайдах. Yes, please. As you know, the radiofrequency is the critical part in the MRI because it can heat up the human body. And especially when you have an implant in the body, it can also heat up the implant and it will lead to injury or to burnings. That's why radiofrequency must be very strictly controlled. And when you use a head coil, for example, in this slide you see it's called ascending and receiving head coil. That means it is sending the radiofrequency very local and it can pick up the signal from the body, in this case from the brain. So, this is a send and receive local coil. Итак, начнем с локальных катушек. Здесь показана головная катушка. Эта головная катушка, как вы видите, может выполнять сразу две функции. И посылать радиочастотный сигнал, и в то же время принимать сигнал от мозга, который затем используется для создания MR-изображения. Как вы знаете, радиочастотное излучение представляет собой разновидность излучения высокой частоты, высокой энергии. И его необходимо контролировать очень строго. Как видно на этом слайде, радиочастотные сигналы приходят очень локально в голову и в передающей и принимающей локальной катушке высокоэнергетическое излучение, высокоэнергетический радиочастотный сигнал сфокусирован четко на интересующей области. Yes, please. So, nowadays, the modern MRI scanners, they usually don't have this send and receive local coils. They work with a sending body coil, but you need a receive-only coil to pick up the radio frequency. Yes, please. So, and our... Old labeling was only for the send and receive coils. Oops, sorry. Was only for this old send and receive coils, and the new labeling now can be done, the MRI scans can be done with this new, let's say, body coil, and with a receiving-only coil. This is the big improvement in our new labeling. So, Stefan says, in which difference between the recommendations, which were previously concerned about MRT, and the new ones. раньше разрешалось проводить MRT пациентам с имплантированной ВНС-системой только при наличии локальной приемно-передающей катушки. А в актуальных последних рекомендациях можно использовать общую передающую катушку и локальную receiving-only приемную. Yes, please. And that's why we have two groups of generators. One group is allowed to be used with this body coil, and one group is not allowed to be used with this body coil. So, we talk about group A and group B. And here on this slide, you see all the generators that are allowed to be used with a body coil or a transmit body coil, so a sending body coil. You need to respect that the generator need to be implanted according to our guidelines in the left upper chest in this region. And you need to respect the exclusion zone, which is mentioned here. And, according to the question, with what kind of катушкой can be used in our system, all the stimulators can be divided into two groups. The first group A is the group, with which we can use the total передающую катушку for the body. What is important? 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 You see, on the slide, there are the models that are included in the group A. And also, it is important to know, where is implanted, where is implanted, where is implanted, in what area is implanted, according to the recommendations of the company Livanova. There is, as well, that the generator should be located in the upper части of the blood of the blood of the body. It might be seen as part of the bone. Hopefully, this is the criteria of the blood. A patient will respond to the bone. This patient is same as part of the body. Необходимо только учитывать зону эксклюзии, зону исключения, которая указана также на слайде с седьмого шейного по третий поясничный позвонок. И дальше на этом слайде представлены те технические рекомендации, которые должны быть соблюдены, которые нужно знать радиологу, когда он, если он собирается проводить пациенту МРТ, вот речь идет сейчас о группе А. Yes, please. And I will only point to the most important technical details. So we need to accept that we are always conditional. So MRI in VNS therapy is not safe. It is always conditional. So we have an approval for 1.5 and 3 Tesla. And as I explained before, only for this closed MRI system. Итак, первая строчка, как вы видите, здесь указана MR conditional. Это второй вариант маркировки. Мы успели вначале сказать об MR safe, MR абсолютно безопасных группах для исследования МРТ. А пациенты с имплантированным VNS стимулятором относятся к так называемой группе MR conditional, когда МРТ проводить можно, но необходимо соблюдать определенные условия, какие именно, вот как раз здесь дальше будет указано. Возможно проведение МРТ на полтора или трехтословом аппарате и тип машины должен быть, как мы уже говорили ранее, обязательно закрытый. Горизонтальное поле, цилиндрический закрытый тип с камеры. Yes, please. And as you know, or the radiologists know, there are three levels of operating mode. We have only tested normal operating mode. More important is the exclusion zone that needs to be respect. So whenever you use a transmit body coil, it's the vertebra C7 down to the lumbar vertebra number 3. So this is the window where you are not allowed to perform any MRI. But of course, with this group of generators, you can also use the old technique, the send and receive coils. Then you have a little different exclusion zone, which I will explain in the next slide. Как вы знаете, существует понятие режима работы для МРТ. Если мы говорим о пациентах с ЛИНС, здесь доказана безопасность в нормальном, обычном режиме работы томографа. Зона исключения, как мы уже говорили ранее, при использовании общей катушки, зона исключения составляет с C7 по L3. Однако, если вы используете локальную приемную передающую катушку или катушку для конечностей, то зона исключения сужается и составляет с C7 по T8 по грудной восьмой позвонок. Yes, please. Good. So I will skip these technical details and I will come to one of the most important details, which is the maximum specific absorption rate. And here we need to follow the international guidelines. So this is not Levanova. This is provided by an independent commission. And when you use a transmit coil for the head, for brain MRI, you can use the 3.2 Watt per kilogram. When you use the body coil, then you use 2 Watt per kilogram. So these are the requirements from an international commission. This is not from Levanova. Некоторые тонкости я, позвольте, опущу. Здесь вы видите указаны параметры максимального пространственного градиента, максимальной скорости нарастания. И дальше вот хочу обратить ваше внимание на удельный коэффициент поглощения. Вы все его знаете, это аббревиатура SAR, максимальные показатели. Хочу обратить ваше внимание также на то, что все эти рекомендации разработаны не производителем, а международной комиссией, электротехнической комиссией, которая разрабатывает эти вот требования и стандарты проведения процедуры. И вы видите, что максимальный удельный коэффициент поглощения для головной, только передающей катушки 3.2 Watt на килограмм, а для общей катушки меньше 2.0 Watt на килограмм. Yes, please. Here it's mentioned system programming, but I will talk about this at the end. These are recommendations from the company. I will explain it a little bit more in detail. Here you see the exposure time. That means when you use this old technique, the send and receive local coil, there are no restrictions. Whenever you work with the sending body coil, you need to follow these time windows. So you are allowed to do about 15 minutes, constantly active scanning within half an hour, which means you need to give the patient 15 minutes time to recover. And down here these are also technical details, which more or less says that we did not test any shimming, any active shimming is not tested and not allowed. And then I will skip this section with recommendations regarding programming, about this I will tell you later. I will talk a little bit more about it. I will stop on the recommendations of L'Ivanova. And if you use the sending receive, then you will use the sending receive, then you will turn on the call, then you will use the send and receive, to be sent. на передающую, локальную катушку, там ограничений не будет. А вот в случае использования общей катушки для тела, общей передающей катушки, рекомендовано проведение активного исследования в течение 15 минут с последующим перерывом в течение еще 30 минут. И дополнительные некоторые ограничения используются только в режиме циркулярной поляризации, и вот отдельно Штефан упомянул, что не было проведено исследований о безопасности шиминга для таких пациентов, поэтому в рекомендациях можно встретить указание, что шиминг необходимо отключать. Yes, please. Good. That brings us to our group B. And to make a long story short, all other generators of the company were not yet tested with the body coils, so they belong to the group B. And actually, these are the three generators, the model 102, the model 102R, and the model 104. So these are, let's say, the old generators. They need to follow the old labeling, and they are called group B. You need to see, for group B, there is a little bit better, a smaller exclusion zone, that has to do, because you are only allowed to use a local send and receive coil. And now we move on to the second group B, which is the group B, which is the group B, which is not allowed to use to use a local send and receive coil, but it is also allowed to use a local send and receive coil. So these models are not allowed to use a local send and receive coil, so it is also allowed to use a local send and receive coil. Here are the models, which are related to group B, which are related to group B. And for group B, we also have the technical specification, and I'm not going to repeat everything for you. So the important thing is really to understand that group B can only be scanned with a send and receive local coil, no body coil. Dальше, позвольте мне подробно не останавливаться и не повторяться про технические требования к проведению МРТ у этой группы. Главное, на чем я хочу обратить внимание, что в этой группе нельзя использовать общую передающую катушку, и можно использовать только локальные приемно-передающие катушки. Ну и, конечно, в этом случае зона исключения, вот он уже об этом сказал ранее, зона исключения будет меньше уже, да, с C7 по T8. Yes, please. I forgot to mention, so whenever a generator from group A is not implanted in this position, he will fall into group B, and you need to follow the old guidelines. Также важно упомянуть, что даже если к вам приходит пациент с теми генераторами, с теми моделями, которые формально относятся к группе А, но при этом у них имплантирован генератор не так, как рекомендовано производителям, вот я ранее озвучивала, выше четвертого ребра, выше подмышечной области слева, то такого пациента сразу можно относить к группе B, с нетипичной локализацией генератора, и, соответственно, все требования к проведению МРТ как к группе B. Yes, please. So, these are only two special scenarios, because sometimes it happens that the system is explanted, but not fully explanted, and a little bit of a lead is in the body. Whenever something like this happens, it depends how long the rest of the lead is in the body. If this is more than two centimeters, so if the rest of the electrode is longer than two centimeters, you can do MRI, but you need to follow the group B recommendations. Дальше существует три МРТ-сценария, с которыми вы можете столкнуться, например, в случае, если есть подозрение на разрыв электрода, либо был эксплантирован генератор, то есть его достали по каким-то причинам, но электрод оставили. И далее ваши возможности по проведению МРТ будут зависеть от того, какой длины остаток, какой длины электрод остался в теле. Если длина электрода 2 сантиметра и более того, то тогда вы можете проводить МРТ этим пациентам так, как будто это группа B. То есть технические рекомендации, технические требования таковы, как для группы B. Yes, please. And if there is a system explanted and the rest of the lead is only two centimeters or even less, then it is actually MRI safe again and the radiologist can do whatever he wants to do. Но если оставшийся электрод менее 2 сантиметров, то в таком случае вы можете относиться к этому пациенту как к МР-safe, к абсолютно МРТ-безопасному и проводить ему любые МРТ-процедуры. Yes. Good. So I will skip these two, this are all illustrative. I will shortly talk about some clinical experience and evidence and I would like to mention the article that is published recently and I can tell you that that was published also by some co-authors and me together and it summarizes the last 20 years of experience with MRI as a review. And the key message is that performing MRI with VNS is tolerable and safe when you follow these conditions. Ну вот, Штефан с целью экономии времени пропустил пару слайдов и сразу перешел к клинической части. Первым пунктом здесь он хочет рассказать, рассказывает о последней статье, которая в настоящее время даже еще не опубликована, вот находится в печати. Он является первым автором этой статьи с группой соавторов нейрорадиологов. И это систематический обзор 25 публикаций, которые появились за последние 20 лет, где подводятся итоги, суммируются результаты МРТ у пациентов, у 200 пациентов, имплантированных с системой VNS. Значит, это пациенты, которые проходили МРТ с полтора или три Тесла, и 5 из этих 25 статей касались пациентов не с эпилепсией, как мы привыкли, с которыми мы привыкли, в общем-то, встречаться, а пациенты, которым имплантировали стимулятор блуждающего нерва в связи с труднокурабельной депрессией. Возможно, вы знаете, что в Европе и в мире стимулятор блуждающего нерва также официально зарегистрирован для лечения труднокурабельной депрессии. Yes, please. Good. And the last two slides, I will summarize them, are only some recommendations how to perform it. What we recommend is before the MRI, you switch off the MRI, which means you switch off the generator. That means all stimulation currents should be on 0 milium. Then you perform the MRI, and when the MRI is finished, you just interrogate the generator, and you check if all the parameters are okay, and then actually the procedure is finished. Ну и коротко, если основное освещать о том, как правильно проводить МРТ с точки зрения стимуляции, в первую очередь необходимо выключить генератор, выключить все токи, то есть и обычный режим, и режим магнита. Вот сейчас вскоре мы ожидаем, к нам придет следующая модель стимулятора, где будет аутостимуляция, соответственно, там необходимо выключить чувствительность, сенсорные, тоже все возможности полностью отключить, поставить все на ноль. А по окончании проведения процедуры МРТ, interrogate, то есть проверить, запустить генератор, проверить, все ли там нормально работает, и выставить те показатели, с которыми пациент шел на МРТ. Ну, в наших российских реалиях, собственно, программированием занимаются уже не нейрорадиологи, а пациент обычно отдельно перед процедурой МРТ едет к эпилептологу, там ему отключают стимулятор, затем он приезжает к вам на исследование на МРТ, и снова после этого возвращается к эпилептологу, который включит стимулятор на прежние параметры. Да, пожалуйста. И здесь на последнем слайде вы видите ссылку, где можно найти руководство для врачей по ВНС-системе. Мы можем вам по желанию отправить, дайте нам знать, и мы пришлем вам такой физишн-мануал. Штефан благодарит вас за внимание и готов отвечать на вопросы. И сразу я вижу несколько, вот один вопрос в чате. Штефан, I see one question from the chat. What about one Tesla scanners? Штефан говорит о том, что проводились тестирования только на аппаратах мощностью полтора Tesla и три Tesla. ничего между ними, ни меньше и ни больше. Поэтому даже несмотря на то, что, казалось бы, один Tesla – это меньше, чем полтора, и вроде бы, да, можно было бы, но физические параметры у такого исследования отличаются, поэтому мы не можем рекомендовать проводить МРТ нашим пациентам на, скажем так, технике, которая не пошла проверку безопасности. Поэтому придерживаемся рекомендаций полтора и три Tesla. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите, или мы можем включить вам голос, если вы хотите еще что-то уточнить. Давайте, чтобы не затягивать, не терять время, я пока передам слово следующему лектору. Штефан, I will invite next speaker. If a summary from our attendees will have some many questions, I will let you know, okay? Okay, thank you. Thank you so much. Сейчас позвольте я представлю вам, собственно, человека, который, скорее всего, уже не нуждается в представлении, но, тем не менее, Олег Юрьевич Бронов, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением рентгенологии ММХЦ имени Пирогова, исполнительный директор российского общества рентгенологов и радиологов. Олег Юрьевич обладает самым большим опытом проведения МРТ-исследований пациентом с ВИНС, поэтому мы с огромным удовольствием всегда приглашаем его рассказывать о своем опыте, о своих знаниях, делиться им с коллегами. Пожалуйста, Олег Юрьевич, вам слово. А я замолкаю и исчезаю. Да, коллеги, большое спасибо за представление, большое спасибо Штефану. На самом деле, такой хороший экскурс в физику МРТ. Поэтому я, на самом деле, частично буду повторять Штефана, но как это свойственно повторение мать-учения, поэтому лучше два раза рассказать. И рассказать это немножко со своей практической точки зрения, потому что Анна сказала уже, что мы, в общем-то, достаточно большое количество пациентов смотрим с ВИНС. И, в общем-то, скажем так, в местах, где отказывают, а это сейчас достаточно большое количество мест, где рентгеномы отказывают с ВИНС смотреть пациентов, тем не менее мы стараемся их брать. Да, естественно, есть ряд нюансов, без которых вообще никак нельзя, но просто к чему это все, да? На самом деле, даже если мы возьмем просто пациентов с эпилепсией, да, понятное дело, что этим пациентам необходимо выполнять какое-либо исследование. Да, пациенты, которым было выполнено, был поставлен ВИНС, да, это пациенты особой группы, у которых, возможно, возможно, да, это рефракторная эпилепсия, да, у которых, возможно, есть необходимость оценивать в дальнейшем какие-то структурные изменения, да, там, в головном мозге, либо это вообще не другая область исследования, да, например, там, не знаю, коленка или там малый таз, да, ну, в общем, есть различные исследования. Но то, что касается МРТ головного мозга, я просто хочу быстро остановиться на протоколе Харнес, да, в общем-то, почему я на нем хочу остановиться, потому что Харнес – это протокол, который, в общем-то, используют в нейрорадиологии, да, не только в эпилепсии, но и в части, там, дегенеративных, различных заболеваниях, дегенеративных заболеваниях головного мозга, но он крайне быстрый в плане того, что этот протокол выполняется не полтора часа, там, да, его можно, в принципе, настроить с очень хорошим качеством в течение, там, 30-40 минут на трехтесловом томографе, ну, и, в принципе, его рекомендуют и для полутора Тесла даже, да, то есть, если кто хочет, может посмотреть вот за 19-й год, это переводная статья ИЛАЕшной группы, да, специализирующиеся на как раз нейровизуализации, и здесь как раз говорится о том, что это трехмерные последовательности, можно делать и на полутора, и на трехтесловых сканерах, но, еще раз, это короткий протокол, и это важно для пациентов с ВНС, да, потому что у нас, к сожалению, в России мы имеем дело только с фактически одним, одной моделью, да, ВНС, и эта модель ВНС, она позволяет выполнять исследования без наличия, там, приема передающей катушки, что раньше было запрещено, да, говорили только, что вот приема передающая катушка, только если есть, тогда мы сделаем с ВНС вам, но в России, я, честно говоря, не знаю вообще, где, у кого сейчас остались где-то, или есть ли вообще приема передающие катушки, хоть в одном ЛПУ в России, может быть и есть, но я, честно говоря, таких мест не знаю, уверен, что все люди, которые, все ЛПУ, которые покупают новые томографы, они никаким образом не включают в состав приема передающую катушку, например, там, на головной мозг, да, естественно, есть отдельные, там, типа коленных катушек, но Штерхен это прекрасно показал, в чем отличие, да, приема передающей катушки и только приемной катушки, в общем, в чем, собственно говоря, разница, в чем отличие по размерам и по воздействию. Вот, ну, есть соответствующие, там, катушки коленные, да, как я сказал, например, но при этом головных катушек приема передающих практически нет. Поэтому есть оптимальные протоколы, позволяющие уменьшить время сканирования, а значит, уменьшить воздействие на электроды и на сам, как бы, генератор, но на генератор вообще, в принципе, да, не очень хорошо воздействовать, но и на электроды тоже. Итак, вернемся к ВНС, да. Стехан показал один, как бы, сайт, да, я покажу вам еще один. Здесь есть, как всегда, по привычке QR-код, который вы можете сфотографировать, да, и скачать мануал с сайта, да. Это американские, на самом деле, рекомендации, но сейчас они же, на самом деле, фактически действуют, да, и в РФ. Тем не менее, они на английском языке, но чуть более полные, скажем так, поэтому можно опираться на них. Еще раз скажу о том, что важна локализация, да, то есть, на самом деле, для того, чтобы проводить исследование только с приемной катушкой, только, и вот мы сейчас говорим просто про МРТ головного мозга, например, да, мы говорим про только приемную катушку, которая будет в 99,9 случаях. Мы можем делать в такой ситуации исследование только у пациента, у которого правильно установлен ВНС. Он установлен в верхних отделах грудной клетки, чаще всего, как бы, слева, да. И при этом, если у нас возникают вопросы, мы можем сделать рентгенологические исследования этому пациенту, или хотя бы под скопией, да, посмотреть. Я потом дальше покажу, на самом деле, картинки, как выглядит правильно при рентгенологическом исследовании генератор и, собственно говоря, электроды. То есть, каким образом они должны закручиваться, да, как должны электроды находиться на уровне самого вагуса, да, и какие петли там может делать. Это очень важно с точки зрения того, насколько правильно установлен. Ну, и тут второй, на самом деле, вопрос. Он не к рентгенологам и не к эпилептологам, а вопрос к нейрохирургам. Насколько вы пользуетесь рекомендациями, которые Ливаново там прописывают, да, например, для установки ВНСа вот так и так нужно это делать. То есть, если установлен ВНС неправильно, это сразу же затрудняет исследование. Еще раз, ну, понятное дело, что если мы отнесем это к группе B, все, да, если это локализация вдруг не та, или там что-то как бы с какой-то проблемой, какая-то проблема с, собственно говоря, электродом или генератором, да, мы все равно еще можем сделать там МРТ коленного сустава, но при этом мы должны пользоваться отдельной катушкой. Ну, как бы рентгенологи обычно знают, что такое отдельная катушка, да, там для коленного сустава. Вот она обычно вот такая громоздкая, да, она как раз и является там приемом передающей. Но по факту это, наверное, сейчас одна из, наверное, только она, пожалуй, является приемом передающей. Может быть, еще для периферической ангиографии это приемом передающей, потому что все остальные, они только приемные. И если есть необходимость в выполнении исследования вот на уровне C7, TH8, а по факту на самом деле даже L3, да, то здесь мы как бы категорически на самом деле говорим, что нет, то есть либо вначале удаляем, или хирургам говорим о том, что удаляем. То есть вот это вот прям четкое ограничение, вот зону от C7 позвонка до TH8 нет, то есть это никаких грудных отделов позвоночника, это, по сути дела, нет грудному, органам грудной клетки, да, там, или средостения, ну, грудную клетку легкие редко, когда смотрят, да, там, за исключением, вот, ну, сейчас там, есть тренд к пациентам в ковиде, да, смотреть, исключать ковидную пневмонию по МР, ну, это, например, там, для детей или, там, для беременных, да, ну, и в целом для снижения лучевой нагрузки. Но вот, как бы, такое исследование не пойдет пациенту с ВНСом. Грудной отдел позвоночника тоже, к сожалению, не пойдет. Не пойдут верхние отделы живота, да, потому что чаще всего вот L3 позвонок будет в любом случае захвачен. Вот, поэтому это такие, такое значимое ограничение, да, которое, как бы, нужно всегда помнить. Естественно, для нас чаще всего вот это вот импланты группа, про которую уже говорил Штефан, да, но здесь важно вот такую картинку, да, вспомнить, что когда мы делаем разметку на МР-томографе, да, то нам важно понимать, что разметка, да, собственно говоря, это вот перекрестие лазера, да, по которому будет центрироваться исследование, да, центрация исследования должна находиться однозначно выше уровня шейного отдела позвоночника, там, да, ну, как минимум выше C7 позвонка, а по-хорошему, если мы снимаем там голову, да, она должна находиться, ну, как всегда, на уровне глаз либо там надбровных дуб, где-то примерно в таком положении. Почему это важно? Да потому что Штефан уже тоже показывал ту замечательную картинку, как работает приемная катушка, да, когда на самом деле передающая часть большой катушки, а по сути своей весь магнит, да, является в этой ситуации большой передающей катушки, да, то есть все равно часть энергии, она будет абсорбироваться выше и ниже, вот, ну, из-за центра туннеля, из-за центра магнита. Поэтому вероятность нагрева, она все равно как бы существует. Вот, но если все делать правильно, то, соответственно, как бы все правильно и будет. Делай хорошо, хорошо будет. Вот, и еще проговорив, наверное, остановимся немножко на шимминге, да, здесь важно понимать, что необходимо отключать активный шимминг, да. Активный шимминг используется на самом деле достаточно редко. Активный шимминг используется там в части каких-нибудь труфи последовательности, да, но труфи последовательности мы в основном используем там где-нибудь либо на уровне грудного отдела, да, когда мы смотрим сердце, что, опять же, исключает это исследование, либо там на уровне живота, да, или около того, что, собственно, тоже у нас исключает использование группой А, потому что катушки только приемные, да, поэтому шимминг, допустим, в голове фактически не используется. Активный шимминг, я имею в виду, да. Во всех последовательностях будет использоваться так называемые уже преднастроенные, или там, притюн, да, то есть вот, ну, определенные настройки, которые уже были внесены, что вот однородность магнитного поля, она вот такая, и ее условно, ну, менять нет необходимости там, да, или как-то пытаться улучшить. Поэтому для головы обычно это не имеет никакого значения. Шимминга в голове и так практически нет. Это должна быть, на самом деле, очень специфическая последовательность для того, чтобы был включен шимминг. Ну, и, соответственно, то, что называется вот там CP, да, циркулярной поляризации, да, в общем-то, ну, сейчас используется именно циркулярная поляризация, да, поэтому здесь, в общем-то, ничего нового. Существует определенный лимит по времени, но мне кажется, что, ну, во-первых, небольшое превышение этого времени не навредит. Я сейчас покажу статью, которая была еще сделана, на самом деле, в 2006 году. Вот, тем не менее, все там достаточно так неплохо работало. И более того, исследования всегда можно разбить на какие-то там, да, какие-то, там, не знаю, часть последовательности выполнить сейчас, часть последовательности выполнить потом. Поэтому само по себе исследование с ВНСом не является сейчас каким-то запретным. Хотя знаю достаточное количество людей, рентгенологов, на самом деле, да, которые, ну, не хотят особо брать этих пациентов. Ну, с одной стороны, может быть, конечно, это и правильно, но глобально нет полного запрета. Итак, важно понимать, что нету вот эти зоны, да, которые здесь перечеркнуты красным. Это зоны, которые не сканируются. Еще раз, это область генератора, да, это, по сути, свои от C7 уровни как бы и ниже, да. Ну, здесь нужно понимать, что, как бы, ну, шейный отдел позвоночника, наверное, все-таки желательно не трогать или как минимум останавливаться максимум на крайне вертебральном переходе, а ниже не сканировать, потому что пизоцентр будет располагаться уже достаточно низко, да, и в любом случае электроды будут, по сути, немножко нагреваться. Так вот, я вам говорил по поводу рентгенологического исследования, да, вот рентгенограмма, собственно говоря, самого генератора И плюс его электродов, да, вот, поэтому здесь тоже можно всегда посмотреть, каким же образом располагается, каким образом все это дело, ну, условно закручено, то есть это вот нормальное расположение электродов, да, нормальное расположение вот этих вот петель. Эти петли, на самом деле, это вот тоже такая обязательная часть, то есть если петли не будут, их нету, да, то, ну, в общем-то, относимся, как уже говорили, там, группе B к ним, да. Иногда эти, собственно говоря, генераторы удаляют, но здесь тоже важно понимать, что полностью обычно, да, не удаляют, удаляют, обрезают электроды, и вот сколько там кончик остался, об этом тоже уже Стефан говорил, ну, и санны, соответственно. Если остается больше двух сантиметров, то мы относимся, как бы, у ПБ, а если меньше двух сантиметров, то, в общем-то, все нормально. Опять же, это просьба к нашим нейрохирургам, да, и вообще, в принципе, к людям, которые ставят ВНС, и которые их потом могут убирать и удалять, делайте, пожалуйста, это максимально корректно и максимально правильно, потому что если вы это делаете максимально корректно и максимально правильно, проблем не должно возникать, да, ну, это такая важная, как бы, штука. Так вот, по поводу статьи, о которой я говорил, она была выпущена в 2006 году, да, и на самом деле было проведено ряд экспериментов, да, вот, как бы, первая конфигурация и вторая конфигурация – это A и B, была еще третья конфигурация, мы на ней особо останавливаться не будем, вот, мы будем останавливаться на первых двух конфигурациях. Вот первая конфигурация – это то, каким, ну, как бы в норме, как оно должно быть, да, то есть это такая типичная нормальная конфигурация генератора электродов, да, с этими вот завитушками, да, скажем так, и установка конечного электрода на уровень блуждающего нерва. И вторая конфигурация, где все свертывается вокруг генератора, да, но при этом вот выше, да, вот этих вот завитков практически там никаких нету. И, в общем-то, сканировали в течение 20 минут, да, при этом использовали на самом деле приемные катушки, да, вот это было не приемопередающие, а именно приемные катушки. И если посмотреть, обратить внимание, то вот первая конфигурация, да, то есть повышение уровня температуры было не больше 0,4 градуса, как на уровне шейного отдела, так на уровне головы, да, как бы, ну, шейное отдел, вроде, как бы, или там плечо, да, на самом деле, ну, не совсем правильное, да, для нас, как бы, сканирование, но тем не менее повышение температуры было лишь выявлено меньше, чем на полградуса за 20 минут сканирования. Это вполне себе такой нормальный хороший результат. Но вот если мы посмотрим на вторую конфигурацию, неправильную конфигурацию, и посмотрим на голову, да, то при сканировании 20 минут головы, да, то есть дистальный электрод повысил свою температуру на 3 градуса, но при этом электрод расположенный, в смысле не электрод, а сканирование в шее, да, на уровне шеи и на уровне левого плечевого сустава повысило температуру значимо аж на 14 градусов. И в этой ситуации неправильно установленный электрод, конечно же, привел к подобной ситуации. Но, скажем так, за все время, за весь наш опыт пока сканирования, мы ни разу не видели неправильно установленные электроды, и мы ни разу не видели значимого повышения какой-то температуры пациента, либо какие-то неприятные ощущения, либо там что-то еще. Поэтому все-таки надеемся, что большинство из нейрохирургов устанавливает все это дело правильно. И, кроме того, если есть какие-то проблемы, да, если есть какие-то подозрения, что это сделано неправильно, вам всегда может помочь рентгенография, да, то есть обычная рентгенография или даже рентгеноскопия. Не обязательно делать снимок, можно просто под скопией попробовать посмотреть, как расположен электрод, как расположены эти завитки, ну и, в общем-то, удостовериться, правильно оно или нет. Итак, быть или не быть МРТС ВНС? Быть. Причем даже без наличия приема передающей катушки. Так что здесь выполнение исследования само по себе не является. Да, естественно, есть ограничения рекомендаций, им обязательно нужно следовать. Отключать перед исследованием нужно обязательно, да, ну, отключение такое, да, то есть там, в общем-то, переводится токенами просто на ноль, да, но, в общем и целом, ну, условно говорим, что это вот некое отключение этого генератора, да, ну и, соответственно, никогда не сканировать зону исключения. Это показания, причем это ограничение, точнее, даже для групп, что для группы А, что для группы Б, а для любых абсолютно стимуляторов, которые сейчас есть, да, как бы, ну, к сожалению, в России он фактически только один, там, ну или два вида их дать, либо 103, либо 102, но, тем не менее, вот зону исключения сканировать нельзя никогда. Ну, в общем-то, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы активные, то я, конечно же, на них отвечу. Очень интересная, глубокая презентация, лекция. Пока в чате не вижу к вам вопросов. Хочу вот немножко, как бы, в продолжение слов, которые вы сказали. У Штефана тоже были слайды, он, к сожалению, их не стал озвучивать, чтобы сэкономить время. Как раз подтверждение того, что вы говорили про зону исключения. Вот, например, когда мы имеем дело с пациентами с бирозным склерозом, которых надо регулярно, повторно обследовать, и, в частности, они нуждаются в том, чтобы в обследовании внутренних органов, вот там очень четкие рекомендации, что голову мы смотрим с помощью МРТ, а, например, почки, за которыми нужно следить регулярно, с помощью компьютерной томографии. То есть вот абсолютно созвучно тому, что вы говорите. Да, здесь главное, естественно, скажем так, не бежать сразу и делать МРТ всего, да, человека, вот, как бы рационально подходить ко всему этому, но те вещи, которые можно делать с помощью МРТ, естественно, надо делать с помощью МРТ. Практически любое исследование можно выполнить, ну, условно, там, в 30-минутном шаге, да, например. Поэтому здесь я не вижу особых противопоказаний, там, для головы или для тех зон, которые не приходятся на зону исключения, конечно. Ну вот я вижу в нашей аудитории среди слушателей есть не только нейрорадиологи, но и нейрохирурги, эпилептологи, что прекрасно. Вот как раз еще раз напомню, я писала в чате, и вот коллега моя, Ольга Смит, тоже писала, у нас сейчас загружено здесь на платформе, да, вот там, где файлы, вы можете себе скачать, во-первых, руководство для врачей, ВИНС Физишн Мануал, а во-вторых, специальную форму, которую нужно заполнять врачу, если он направляет пациента с ВИНС на МРТ. И вот как раз вот эта форма и позволит потом нейрорадиологу быстро сориентироваться, с каким пациентом он имеет дело, да, в какую группу этого пациента отнести, как раз там номер генератора, локализация типичная, нетипичная, вот эти вот все моменты освещены, пожалуйста, пользуйтесь этими документами, они всем облегчают жизнь. Ну вот, поскольку я... Рад стараться. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете нашим пациентам, мы знаем, что к вам всегда можно направить, к вам можно обратиться, и что вы верите вот в нашу методику. Тогда я пару слов Штефану. Dear Штефан, I don't see any more questions, so everybody is very grateful to both of you, to you and to Dr. Bronow for your great lectures, very deep and very informative. So, thank you very much for your support, for your great talk, and I hope that it's just a first step in a long way in our educational campaign. Thanks a lot from my side, and whenever questions, please contact us or your colleagues, and we will help you. Вот, все, да, наверное, всем большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, если будут вопросы, коллеги, пишите, мы всегда рады всем ответить. Все, всем спасибо. Хорошего вечера и хорошей дальнейшей недели. Всего хорошего. До свидания.